Приветствую коллеги, это аналитика валютных рынков и торговая идея от компании Тикмил и с вами я, Артур Идиатуллин. Сегодня мы с вами разбираем отчет по потребительской инфляции в США за сентябрь, который вышел во вторник. Этот отчет интересен по нескольким пунктам. Во-первых, это рыночная реакция, в частности реакция доллара на выход отчета. Во-вторых, некоторые любопытные детали отчета, которые мы собираемся с вами разобрать. Отчет, который поступил вчера к нам в наше распоряжение по потребительской инфляции в США, можно видеть, что он был не особо примечательным. Если мы смотрим вот эти базовые показатели, широкие показатели, базовая инфляция, темп инфляции общий в годовом выражении, месячная инфляция и так далее. Видно, что в целом все так, как предполагал рынок. Базовая инфляция у нас осталась на прежнем уровне, 1,7%. Прогноз был чуть выше. По остальным показателям инфляции, месячная инфляция, базовая, общая инфляция в годовом выражении за сентябрь, полное совпадение с консенсусом. Но вот что интересно, если мы посмотрим на то, как вчера развивались события в долларе, то вот непримечательный отчет по инфляции, который у нас выше получается в 3.30 по Москве, можно видеть, что он у нас спровоцировал время, получается 3.30, он у нас спровоцировал реакцию в долларе, где индекс доллара подскочил с уровня, примерно, 93.15 пунктов до 93.50 пунктов. Вот такой вот резкий стремительный рост произошел у нас на отчете, на релизе отчета по потребительской инфляции, и возникают вопросы, собственно, к этому движению доллара, что это вообще такое было. Если мы посмотрим на общую тенденцию, о которой я постоянно говорю в своем обзоре, видно, что у нас здесь есть трендовая линия, и доллар у нас снижается, начиная с 25 сентября, и это снижение, в рамках этого снижения, вот этот рост без каких-либо оснований к этому уровню, он выглядел не больше, чем обычная техническая коррекция, потому что не было никаких, как вчера, фундаментальных данных, и отчет по инфляции оказался, может быть, просто удобным поводом. Но в целом в нем не было никаких серьезных деталей, которые бы задержали шок для рынка, которые бы заставили рынок изменять, что-то менять в позициях, какие-то перестановки делать, этого ничего не было. Ну и, собственно, мы видим реакцию сегодня в долларе, где вот этот рост у нас аннулируется, немножко поболтавшись на уровне 93.50, это мощный уровень сопротивления, в котором у нас доллар держался, получается, длительное время, вот здесь, да, после снижения, это был диапазон, в котором он держался, здесь был небольшой прорыв на бегстве от риска, еще это сопровождалось коррекцией на фондовых рынках, затем вот снова у нас возобладали фундаментальные факторы в доллары, среднесрочные, начали снижаться, поэтому весь этот рост, который у нас был в попытке выйти за вот этот диапазон, да, здесь, протестировать мощное сопротивление здесь, он оказался неудачным, я думаю, что он полностью аннулируется, у нас доллар идет ниже, получается, этого тренда линии, продолжит у нас снижение, как раз таки потому, что, ну, нет у нас сейчас, нет ожиданий даже того, что доллар будет расти, нет факторов для роста доллара. Что еще касательно отчета, касательно деталей отчета, если мы заглянем, собственно, в отчет, который у нас публикует Бюро экономической статистики в США, отчет у нас по потребительской инфляции за сентябрь, динамика инфляции, если мы посмотрим на месячные изменения инфляции за последние, получается, 12 месяцев, то видно, вот здесь после снижения у нас было, здесь было задействовано стимулирование, вот у нас всплеск инфляции, немножко она поддержалась на высоких значениях в США и затем постепенно начала снижаться, в сентябре она состоялся на 0,2% и видим, вот не очень убедительная, не очень хорошая динамика у нас инфляции в США происходит, в принципе, об этом нас предупреждал Федрезерв, его отдельные представители, что инфляция в США будет замедляться, что пандемический шок по инфляции, который у нас произошел, его неттоэффект, общий эффект, он в целом дезинфляционный, ну да, там возникает на отдельном товаре, да, там рост инфляции и так далее, вроде бы активность какая-то запускается, но в целом сдерживается у нас сейчас инфляция, и основным фактором сдержания это вот продолжающийся пандемический шок, который сейчас, да, приобретает новую форму, да, немножко меньше, конечно, сейчас воздействия, ну вот вторая волна, да, если мы говорим о ней, немного меньше и воздействия сейчас на экономической активности, но она есть, и это вот чувствуется в том числе в инфляции, как мы видим, она у нас снижается, и это вот еще раз подводит нас к мысли, к разумному заключению, что нужно у нас фискальное стимулирование в США, его обязательно задействуют после выборов, а вот нужно всего лишь просто подождать. По доллару мы ситуацию рассмотрели, что еще по деталям этого отчета? Если мы спустимся дальше вниз, можно видеть вот такую очень любопытную тенденцию, значит, у нас здесь категории товаров, и мы можем видеть, что, ну вот, изучая месячные, годовые изменения инфляции, да, получается, по отдельным категориям, привлекает внимание, естественно, вот эта категория, это были автомобили и были грузовики, можно видеть, что с июля, получается, 2020 года, очень любопытная тенденция на этом рынке возникла у нас темп инфляции, значительно опережает все какие-нибудь другие категории, ну вот, не беря, конечно, в расчет энергетику, да, топливо, оно очень волатильно, оно прыгает туда-сюда, и вот здесь был рост, здесь было снижение и так далее. В общем, никакой особой тенденции здесь выделить нельзя, все в соответствии с тем, как двигаются цены на мировом рынке, но, но, если мы посмотрим на рынок биоавтомобилей и грузовиков, видно, что вот здесь устойчивая тенденция к росту цен на этом рынке, здесь у нас в июле 2,3%, 5,4%, в августе 6,7%, теперь, то есть ускоряется инфляция на этом рынке, это говорит о том, что у нас спрос, очень сильно спрос растет на этом рынке, и, собственно, предложение ограничено, да, оно заканчивается, и поэтому вот инфляция приобретает вот такую вот динамику, она ускоряется. Это вот еще раз говорит нам о том, что стимулирование, которое у нас произошло в США, оно подействовало, и причем удивительно, что оно пришлось на отдельные категории товаров, на отдельные категории, да, товаров длительного пользования, где никто не ожидал, что там появится спрос, но вдруг он неожиданно появился, американцы захотели у нас приобретать боевые автомобили, и вот интересно, как это соотносится с той тенденцией, что из-за ковида у нас люди, которые поиск с общественным транспортом, естественно, они задумались об угрозе, да, там, заражения или повторного заражения, и поэтому у них возник вот такой вот спрос на частные транспортные средства, получается, которые захватили данные по инфляции, да, которые мы наблюдаем. И интересно, как долго это будет продолжаться, это тенденция, перекинется ли она на легковые автомобили новые, да, если мы посмотрим по новым автомобилям, у нас не особо здесь есть какие-то подвижки, да, по инфляции, очень слабая инфляция, но так как у нас было в автомобилях, там, ограниченные запасы у дилеров и так далее, интересно, перекинется ли это на новые автомобили эта волна. Стоит присмотреть, естественно, к автопроизводителям, потому что акции, возможно, их также начинают учитывать то, что такой вот, может быть, стихийный спрос у нас образуется на этом рынке, на рынке БУ автомобилей, вот. И интересно, конечно же, понять, как долго продолжится эта тенденция. Если у вас есть интересные мысли по этому поводу и по поводу того, как отреагируют, собственно, акции автопроизводителей на это, то будет интересно услышать ваши мысли, комментарии по этому поводу. Вот. Что еще? Это все, о чем я вам сегодня хотел рассказать. На этом я завершаю свой обзор. Всего доброго, торгуйте в профиле. Субтитры сделал DimaTorzok